В потемневших лучах Здесь, в самом центре Вологодской области, строки и стихотворения Николая Рубцова представляются зримо и конкретно, и стали настоящим гимном Кириллского района. Лучшие его исполнители – местные артисты Геннадий Голубев и Елена Визигина. Здесь они самые настоящие звезды и народные любимцы. Исполняют вольклорные песни, популярные патриотические, авторские. Небесно-земное Дионисий, из соседних елившей земель, Эта динная дива возвысил, до черты небывалой до сей. До черты небывалой до сей. Возвышенные знаменитым иконописцем земли с 92-го года прошлого века имеют статус национального парка «Русский Север». Мол, уникальный природный комплекс и историческое наследие нуждаются в дополнительной охране. Хотели как лучше, а получили медленное вымирание человека разумного на отдельно взятой древней русской земле. Туда, где прежде были деревни и колхозы, добраться сейчас можно лишь на снегоходов по зимнику. А в тех местах, где еще теплится жизнь, фактически запрещена любая хозяйственная активность. Мы попали вот в такой ситуации, что законы принимаются-принимаются, а судя из законов, получается, что вот мы не можем построиться у себя на родине. Мы должны куда-то уезжать. Это наша родина. У нас тут семьи, тысячи людей. Куда мы должны ехать? Местная власть лишь разводит руками. Здесь только до Бога близко. Места-то намоленные. А до московских министерств почти как до Марса. Вообще запрещена любая деятельность, не связанная с функционированием национального парка. То есть нахождение вот сейчас нас с вами на этой территории, если мы никак не уязвимы с функционированием национального парка, считается вообще незаконным. Хотя на этой территории проживает 15 тысяч населения. Чтобы построить дом в границах села, люди вынуждены писать прошение в Москву, в Министерство природных ресурсов. А оттуда, как правило, приходят красиво оформленные отказы со всеми ссылками на законы и прочие постановления. То, что происходит сейчас в Кирилловском районе Вологодской области, особенно не афишируется. Да и внешне все выглядит благопристойно. Причем настолько, что возникает ассоциация с Англией 16 века. Когда на месте неказистых полей и ферм возникали пастбище для овец, крестьян выгоняли с земли и обрекали на нищету и смерть. Этот период в истории получил хлесткое название «Времени, когда овцы съели людей». И если в те времена все объяснялось пусть и жестокой, но все же экономической целесообразностью, то в ситуации с парком «Русский Север» обычная логика обычного человека просто не работает. Уменьшаться население, а количество животных, кабанов, живущих на территории Национального парка, увеличивается. Да к кому же на территории Национального парка жить хорошо? Кабанам ли людям? Данила Сурин – молодой специалист в области лесоустройства. Приехал в Кирилловский район после окончания вуза в 2012 году. Работает по профессии. Здесь женился и решил обустраиваться надолго. Второй ребенок на подходе сейчас в конце апреля, у нас уже первому два года, собственно говоря. И острый вопрос с жильем стал, так сказать. Съемное жилье дорогое. И планировали все-таки переехать в свой дом. Но получается, что столкнулись проблемы регистрации этого дома. Писав бумаги на Министерство природных ресурсов, получали отрицательные ответы. Строились на выделенной местной администрации земле. Тогда еще был упрощенный порядок оформления всех бумаг. Но к завершению строительства все усложнилось. И получается, только что построенное семейное гнездо по закону надо сносить. Как-то руки опускаются на деревне работать с такими законами, какими-то непонятными для… Все против людей, так скажем. Все-таки хочется все это сделать на законных основаниях. И не жить на птичьих правах, как сейчас. Да, действительно. И чтобы не было какой-то самовольной постройки или еще что-то. То есть все мы законопослушные граждане, ничего не скрываем. Но получается все немножко сейчас наоборот. Уникальный случай. В Кирилловском районе местная власть и народ. Практически единодушны. И то верно. Ведь если здесь не останется людей, то и муниципальные органы окажутся не нужны. Мы постоянно судимся. Написано огромнейшее количество писем всей инстанции. Мы стучимся, образно говоря, во все двери, в том числе и на уровне федеральных структур. Но вот пока безуспешно. В Кириллове и в советские времена можно было строить дома не выше трех этажей. Это и понятно. Кириллово-Белозерский монастырь – настоящее народное достояние. Большинство небольших многоквартирных домов были возведены организацией под руководством Сергея Махина. Дома такие и нужны. Но их строить невозможно. Мы поэтому и закрылись. Невозможно было получить разрешение на строительство. Так как оно стало выдавать его в Москве, в Управлении природопользования. И просто даже сдать последний дом мы смогли только через полгода, а не то, чтобы получить разрешение. Вместе со строительным бизнесом в тупике и сопутствующая ему торговля. Маленький магазинчик ручных инструментов – это все, чем живет предприниматель Виктор Корнилов. «Хотелось бы, конечно, чтобы национальный парк переместился куда-нибудь в другую сторону. Чтобы дал возможность построиться людям. То есть, если люди начнут строиться, то мой бизнес будет расцветать. Будут идти ко мне в магазин, покупать пилы, цепи, масло». За годы рыночной экономики, которые совпали с появлением в Кириллском районе национального парка, здесь практически исчезла промышленность. Сейчас сложно сказать, что повлияло больше – общий упадок или закручивание гаек в области охраны местной природы. Те, кто может, выживают исключительно своими уникальными навыками. Геннадий Голубев, к примеру, единственный на весь регион профессиональный настройщик баянов, аккордеонов и гармонии. Именно в этой местности в середине XIX века появился гармонный промысел. Инструменты создавали несколько артелей. Тем и жили сотни дворов в этой суровой и крайне рискованной для сельского хозяйства местности. С появлением гармонии, ну, во-первых, изменилась, скажем так, духовная жизнь у людей. Ну, в том плане, что очень многие играли на гармошках. А игра на гармонии, она все равно душу разогревает, люди становятся добрее. Потом вместе с гармонией большое количество появилось частушек. Центром гармонного промысла на Вологодчине стала деревня Верхняя Гора. Местный крестьянин Иван Разин начал делать гармошки на продажу. А затем ремесло перешло по наследству сыновьям. До революции этим промыслом занималось несколько сотен дворов. Сейчас на родине Кириллской гармошки живет только один человек. Почти отшельник Сергей Финвеши. И живет он своим гончарным промыслом. Это своего рода и медитация в какой-то степени. О чем-то вспоминаешь, о чем-то подумаешь. Таких мастеров единицы остались. Сергей делает чернолощеную посуду, украшает рисунком и выставляет на продажу. Летом в его деревню приедут и другие гончары. Несколько лет назад у них была идея собраться вместе в одном селении и наладить традиционный промысел. Но их слишком мало, чтобы вдохнуть сюда новую жизнь. Людей, можно сказать, выгнали в города. Лет через 15 уже я не знаю, кто тут будет жить. В Западе еще живут. В этой деревне только летом датчики. Километрах в пяти от верхней горы другая деревня – Куракино. Короткая дорога между ними только зимняя. Этой деревеньке повезло. Еще в 90-х сюда приехала художник-керамист Нина Мишинцева и основала мастерскую, переделав под свои нужды старый развалившийся коровник. Мастерская для керамистов – это очень тяжелый процесс. Ну, здесь у меня достаточно серьезная мастерская, где я могу делать все. От самой маленькой игрушки до самого серьезного изроса. Как всегда, это моя собственность, это мое помещение, это мой двор, это все мои проблемы. Постепенно мастерская Мишинцева и стала своеобразным деревнеобразующим предприятием. Нужны были помощники, и люди появились. В самые благоприятные времена здесь работали около 20 человек. Мы стараемся немножко расшевелить этот край. И вот 20 лет мы это бьемся, бьемся, чтобы как-то вот эту вот, какую-то местность привезти не в упадок, а хоть немножко ее поддержать. Потому что если бы мы сюда не поселили, здесь бы все деревни просто-напросто заглохли. Ни дороги, ни магазинов, вообще ничего нет. Ну а сейчас какой-то центр, все-таки приезжают туристы, приезжают, поддерживаем дорогу. Ну и у нас очень такой туристический маршрут, очень интересный. Когда людей привозят, я смотрю, как у них меняются глаза, что-то теплеет в душе. Куракина уже включили во все местные путеводители. Нина и художник, и экскурсовод, и фактически историк-краевед. Большинству технологий, которые она применяет, не меньше 200 лет. Это очень старая забытая технология. Никто у нас в стране так больше не делает, за рубежом тем более. Ну вот в 16-17 веке делали точно так же. Израсты сохранились до сих пор в музеях, в запасниках. И наши тоже можно детям, нукам, правнукам передавать по наследству. И казалось бы, вот-вот Куракина станет местным центром промысла, семейным делом. Но и в этом случае национальный парк стал непреодолимой помехой. У меня очень интересная мастерская. Я всю жизнь на нее вложила. Все, что у меня есть, это моя мастерская. Я в ней живу, я в ней дышу. Я бы просто не смогла иначе жить. Естественно, мне хочется это кому-то передать. Ну кому? По стороннему человеку я просто не могу, потому что это частица меня. Члены моей семьи. У меня трое детей. Ну, я хотела бы, чтобы дети остались здесь. Ну, и они были бы не против. А разрешения на строительство нет. Потому что национальный парк. Вот земля есть, а строить дом нельзя. Поэтому, естественно, они сказали, мама, ну давай мы сейчас уедем. И они все уехали в Санкт-Петербург и там работают. А что еще делать, когда даже крупные села уже не могут распоряжаться собственным пространством по своему усмотрению? Это Волокославенское. Здесь еще дворов 200 сохранилось. И дети есть. Хотели им спортплощадку построить. Денег из казны дождались. Расчистили площадку в самом центре села, рассказывает глава Дмитрий Долбилов. То есть это просто был бы идеальный вариант для нас. И местные жители поддержали, что именно здесь, да, нужно здесь построить эту площадку. И здесь места бы хватило и на дальнейшее развитие. Почему эта площадка мешает национальному парку? Вот скажите. Я думаю, что она ничем не мешает. Просто это все федеральное законодательство. То есть сейчас по факту в границах национального парка вся земля – это федеральная собственность. То есть мы эту площадку построить на федеральной собственности не можем. Первый замглавы Кириллского района Александр Юлин показывает карту. И по ней выходит, что если сдвинуть территорию парка немного севернее, то и люди вздохнут спокойно. И особо охраняемое зверье останется только в плюсе. Предлагается заменить часть территории вот этой на вот эту территорию. Без всяких на то проблем. То есть национальный парк останется на территории района с теми же самыми площадями. Это сколько бумажек переписывать? Вы подумайте. Ну, бумажки, да. Ну, 15 тысяч населения, наверное, стоит. Интересы 15 тысяч населения, наверное, стоят того. И даже снос одного жилого дома человека, который, собственно говоря, свил свое гнездо, да, наверное, стоит того, чтобы переписать эти бумаги. Я так думаю. Кирилловский район привлекателен для туристов. Основной наплыв любителей русской старины и северных пейзажей все-таки летом. И по большим престольным праздникам. Было много проектов привлечения гостей и в мертвый сезон. Например, фестиваль в снегах Кириллова. Ты прочи меня зима, словно тройка белая. Лет 10 назад на празднике яблоку негде было упасть. Сейчас все намного скромнее. Будто с каждым годом навязчивая забота об охране этих мест от человека, буквально высасывает отсюда все соки. И создается впечатление, что еще немного, и местные красоты будут доступны лишь любителям экзотических рейдов на снегоходах по заброшенным деревушкам. Это деревня Бритова. Большущая деревня была. В ней была и школа, и магазин. А осталась вот что, осталась часовинка. Это даже не часовинка, а развалинка. Да, развалинка от часовинки, ну вот она как бы памятник той жизни. Виктор показывает деревню, где он родился. Его родной дом не сохранился, поэтому заходим к соседям. Здесь была начальная школа, клуб и даже библиотека. Жившие в деревне люди тоже занимались различными промыслами и лесом. А в домах можно наглядно изучать традиционный северный уклад жизни жителя глубинки. Вы посмотрите, как раньше устроен дом. Почему люди-то, где и так-то уже? Когда заходишь в дом, ты сразу попадаешь в дом. Видишь, сразу ты отборишь в зал. Стоял стол, стоял стол, да, и ты попадал уже в центр дома. Где тебе, где всегда гостям были рады, да? А количество людей, мне далось, по скамете, вот так скамете, вот сколько детей было. Видишь, какая скамете? Ага. И вот они все говорят, вот тут, если были маленькие, усадывались, то на печи, кто где. И было никак, не пройдешь мимо стола. Из-за чего тебе, говорю, люди были гостеприимные? Жгучий интерес, щемящая тоска, ностальгия о жизни, которой и не видел никогда. Подобные места вызывают сложнейший клубок мыслей и чувств. Вот каждый предмет, словно магнит, притягивает к себе внимание, если, конечно, попадаешь в подобные развалины с открытым сердцем. Валенки. Валенки. Вот видите, как подшивали, да? Смотрите, вот пяточка отдельно, а тут вот, видно, пятка проносилась. Вот задник подшили, а тут не подшили еще. Ничего лишнего, все в дело. Об обществе потребления в те времена и не слышали, конечно. Для одних нищета, для других сокровенная память. Ну вот в таких заброшенных домах самые любопытные находки, это, конечно, старые газеты, старые советские газеты. Ну вот, например, сельское хозяйство от 3 июля 55-го года. Даже строчки такие интересные. За последние годы в колхозах, обслуживаемых Оксайской МТС, резко поднялась культура земледелия. Механизаторы в содружестве с колхозниками умело используют мощную технику. Выполняют все полевые работы в лучших агротехнических традициях. Ну, дальше, к сожалению, вот оторвано. С тяжелым сердцем наша импровизированная экспедиция объезжает покинутые деревни. Жизнь ушла отсюда еще до появления национального парка «Русский север». Но именно так можно наглядно продемонстрировать, что останется через 2-3 десятилетия после ухода из деревни человека. Настоящая машина времени. И в прошлое, и в будущее одновременно. На горе, горе высокой Стоит терем одинокий Стоит терем одинокий Да, без окон, без дверей На горе, на той высокой Да, в том тере недалеком Видно, счастье одиноко Поселилось от людей И одна беда осталась Да уж волю разгулялась Над землей распласталась Понад русскою моей Эту грустную песню Елена Визигина и Геннадий Голубев уже несколько лет исполняют на бис на многих своих концертах. Здесь, в Кирилловском районе, она особенно полюбилась. И реакцию зала она вызывает куда более сильную, чем традиционные частушки или любовная лирика. И стоят хлебонежаты Перекошенные в хаты Лишь кровавые закаты А рассветов не видать Добрых рук земля заждалась Сиротиною осталась Видно, нам с тобой осталось Век с бедою коротать Эй, вы молодцы Иваны Эй, прокопы да Степаны До с утра все в стельку пьяны Меч в руках не удержать Поросли сады травою Сплошь полынью с лебедою Да в обнимочку с бедою Хватит нам с лихвой на всех Ой, ты волюшка, ты воля Ой, ты долюшка, ты доля Ну, доколе ждать, доколе Ты проснешься, Русь моя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok